Всем привет! Меня зовут Евгений Ремезов. Я уже 20 лет живу и работаю в Ирландии. И обычно на этом канале рассказываю об Ирландии, показываю красивые виды Ирландии, рассказываю, как по ней путешествовать. Но в последнее время также рассказываю и о новостях Ирландии, в том числе и не туристических. Спасибо всем тем, кто поддерживает канал. Эта поддержка важна для меня. Если кто-то еще хочет присоединиться к поддержке, то для этого я использую платформу Patreon, где вы можете стать спонсором этого канала. Это будет помогать мне продолжать делать эти новости. Также на этой платформе я сейчас ее осваиваю на самом деле. Пытаюсь там выставлять также новости, какие-то фотографии. Поэтому там будут какие-то дополнительные материалы также выставляться. Поэтому всем, кто хочет присоединиться, добро пожаловать. Ну а теперь к новостям. На самом деле новостей на этой неделе не так много, потому что все новости во всех СМИ, они сводились только к одной новости. Это новость о беженцах, просителях убежища, которых в Ирландии прибывает большое количество в последний момент, из Великобритании. Я частично эту новость затронул на прошлой неделе. Если честно, не очень хочется углубляться, поэтому очень так постараюсь кратко, тезисно рассказать, в чем суть проблемы. Суть проблемы в том, что в Великобритании начал работать так называемый план Руанды. Всех беженцев и просителей убежища, которые находятся в Великобритании нелегально, уже находятся или пытаются попасть в Великобританию нелегально, их будут отправлять и уже отправляют самолетами в Руанду. Насколько я знаю, им там даже дают какое-то финансирование на первое время. Ну, то есть, таким вот образом, Британия начала бороться с нелегальными беженцами. Естественно, что не всем беженцам это нравится, и часть из них начала перебираться в Северную Ирландию, а Северная Ирландия через границу в Республику Ирландия. А так как границы как таковой у нас нету, она только на карте нарисована, по сути границы нету, то, соответственно, у них беспрепятственный въезд сюда, в Республику Ирландию. И по последним оценкам, 80% всех просителей убежища, иммигрантов, которые сюда прибывают, они прибывают как раз-таки через границу с Северной Ирландией. Естественно, что Ирландии, пройдут в Ирландии, это не понравилось. Они начали разрабатывать какие-то планы, схемы, как это предотвратить. Как один из вариантов было отправлять беженцев насильно обратно в Великобританию. На что премьер-министр Великобритании Риши Суннак сказал, что нас это вообще в момент не интересует, нам эти беженцы здесь не нужны. Почему мы их должны принимать, если, например, та же самая Франция не принимает беженцев, которые прибывают к нам через Ла-Манш? Франция их не принимает, почему мы должны обратно из Евросоюза кого-то принимать? При этом он подчеркнул, что раз все это происходит, значит, его схема, схема его партии по отправке иммигрантов и по сдерживанию нелегальных иммигрантов, этот проект работает. Тем не менее, ирландский премьер-министр Саймон Харрис попросил министра юстиции Хелен Макинти о том, чтобы она разработала план и предоставила его в парламент, чтобы ускорить процесс контроля вот этих самых нелегальных беженцев и какой-то тоже, чтобы был сдерживающий момент со стороны Ирландии. Также было предложение о том, что нужно усилить контроль, ну не то, чтобы усилить, а ввести обратно контроль вдоль границы Северной Ирландии. На это хотели выделить 100 сотрудников, ну, так понимаю, полиции, ирландской полиции Гарда. Но вот последняя новость о том, что правительство подтвердило, что никаких полицейских на границе или там какого-то контроля вдоль границы не будет. Поэтому сейчас разрабатываются какие-то программы ирландским правительствам. Хелен Макинти встречается с министром иностранных дел Великобритании, они пытаются все это обсудить, как можно прийти к единому там знаменателю, чтобы все остались довольны. Но пока это все обсуждается, и на данный момент пока что вот такие новости. Следующая новость также будет связана с беженцами и спросителями убежища. В среду в центре города, на улице Маунт-стрит, в центре Дублина, начали разбирать палаточный городок, который соорудили там вот те самые просители убежища, или беженцы. После того, как правительство как бы очень сильно сократило финансирование и перестало выдавать государственное жилье, палаточный городок разросся около офиса социальной защиты в центре Дублина на Маунт-стрит. Правительство предоставило всем находящимся в этом палаточном городке, а это 285 мужчин, им было предоставлено жилье. 186 человек были определены в центр Сити-Уэст и 99 в Круклинс. По словам правительства, эти центры, они по понятным причинам более подготовлены для приема беженцев, несмотря на то, что в Круклинс будет расположение также в палатках, но они будут более комфортные, плюс там на территории есть душевые, туалет и помещение, где готовится и можно приготовить еду, плюс там электричество есть, где можно подзаряжать свои телефоны и так далее, и так далее. То есть более комфортное, более удобное место. Хотя по последним сообщениям, после того, как мужчин туда доставили, двое или трое из них покинули этот центр, потому что условия, которые были им обещаны, они не соответствовали тому уровню заявленному, как они говорят, ну и плюс это далеко от каких-то там коммуникаций, и им сложно там куда-то добираться. Расположение этого, скажем так, стихийного палаточного городка в центре Дублина, оно было, естественно, и небезопасно, и некомфортно, и там антисанитария была, но это центр города, который, естественно, улицы все перекрывал. В среду этот палаточный городок был разобран, все жители этого городка были расселены, и уже, в принципе, к вечеру все палатки, все спальники и картонные коробки оттуда были убраны, еще заграждения какие-то остались, но, думаю, еще через пару недель-другую и их тоже уберут. Еще одна новость, скажем так, из прошлого, я уже ее озвучивал несколько месяцев назад. Президент Ирландского союза фармацевтов заявил, что в настоящее время в Ирландии наблюдается нехватка примерно 300 лекарств. Сюда входят лекарства, которые лечат распространенные заболевания, такие как диабет, кровяное давление, болезнь Паркинсона и СДВГ. По словам президента ассоциации Томаса Мюррея, некоторые фармацевты могут тратить до 9 часов в неделю, пытаясь решить проблемы с поставками, что приводит, конечно же, к падению качества обслуживания клиентов, посетителей и пациентов. И на самом деле большинство фармацевтов, это 84% из всех опрошенных фармацевтов, утверждают, что они ожидают усуглубления вот этой проблемы в течение ближайших 12 месяцев. Фармацевты предупреждают, что нехватка лекарств может серьезно повлиять на пациентов и их семьи. Особенно острая ситуация для детей с СДВГ, то есть синдром дефицита внимания и гиперактивности. По словам президента ассоциации, были случаи, когда дети не могли вернуться в школу, потому что они не могли вовремя получить лекарства. По словам господина Мюррея, в настоящее время руки фармацевтов в определенной степени связаны. И как решение, выход из этой ситуации, он предлагает ускорить введение запланированного, на самом деле уже давно запланированного протокола о серьезном дефиците. Этот протокол позволит врачам находить или использовать альтернативные лекарства. Этот проект уже находится на рассмотрении в палате представителей, и все ступени рассмотрения должны занять около 4 недель. Еще одна из прошлых новостей. Несколько выпусков назад я рассказывал о том, что в Ирландии собираются установить 3 новых камеры по замеру средней скорости на трассах Н1, Н3 и Н5. И вот на этой неделе вышла еще одна новость, что в Ирландии будут установлены еще 9 таких камер, и они будут установлены на дорогах Н59. Это в Голвы, Н25 в Уотерфорде, Р772 в Уиклоу, Н14 в Донигал, Н80 в Карлоу, Н17 в Мэйо, Н22 в Корке и Н69 в Лимеке. И также несколько камер будут установлены непосредственно в центре Дублина. Камеры будут профинансированы из бюджета полиции на сумму в неполных 2,5 миллиона евро. Сейчас камерами, В настоящее время скоростными камерами занимается компания GoSafe, в распоряжении которой находится 55 минивэнов, в которых, в грузовом отсеке которых установлены камеры. Эти минивэны, они мобильные, они передвигаются по дорогам, устанавливаются в разных точках дороги на трассах, и, собственно, они фотографируют и снимают вашу скорость. Теперь в дополнение к мобильным камерам и к трем ранее объявленным камерам будут установлены еще 9 камер по замеру средней скорости. И это делается все опять-таки в связи с повышением безопасности на дорогах, потому что смертность на дорогах, к сожалению, продолжает расти. В прошлом году в новостях я рассказывал о том, что Dart, это электричка местная пригородная в Дублине, эти поезда хотят обновлять. И вот буквально через несколько месяцев первые поезда уже покинут завод в Польше, где они производятся компанией Allstom, и их отправят в Ирландию. Единственное, что поезда должны пройти тестирование, в том числе здесь, в Ирландии. Их будут тестировать сначала в Польше на месте производства, но из-за того, что колея, ширина колеи в Польше и в Ирландии разная, поезда нужно будет потом здесь протестировать и в Ирландии в том числе. Одно неудобство, то что тестирование поездов здесь, в Ирландии, будет производиться ночью, потому что в дневное время рельсы загружены, маршруты загружены, поэтому тестирование будет проводить ночью. Опять-таки, в самую глубокую ночь, наверное, они это делать не смогут, по понятным причинам, из-за шума и так далее, поэтому будет очень лимитированное время, когда поезда в ночное время могут тестироваться. То есть, вот это все будет опять-таки задерживать немножко ввод поездов в эксплуатацию, но как минимум в конце 25-го, начале 26-го года планируется, что пассажиры уже смогут увидеть и воспользоваться новыми поездами. Заказ новой поезда был подписан в 21-м году и включает в себя 6 пятивагонных электропоездов и 13 пятивагонных аккумуляторных поездов. Аккумуляторные поезда планируется использовать в Дублине и в пригороде Дублина, а электропоезда, ну электрические по-нашему, будут использоваться между Greystone и Haute, а также планируется расширение сети Dart в сторону Minut и Hazelhatch. Сейчас до Minut идет только дизель-поезд, вот хотят проложить электролинии, и Dart будет ходить и туда. В графстве Мэя закончился трехлетний проект по восстановлению тропы на горе Святого Патрика. Гора Святого Патрика, или как она называется, Кроупатрик, это священная гора, это гора, место посещения паломников. На нее принято подниматься босиком, и люди развиваются у подножия горы, и тропой в 4 километра поднимаются на вершину горы, где находится небольшая церковь. Понятно, что количество паломников достаточно большое, и тропа была в не очень хорошем состоянии, и вот три года назад местные волонтеры, энтузиасты начали тропу восстанавливать, причем что они использовали материалы, камни и грунт, только то, что они могли найти на горе. Команда из пяти местных жителей перетаскала тонны камней и грунта, чтобы сделать вот эту новую тропу и более безопасной. Общие затраты на проект составили около 600 тысяч евро, при этом 80% финансирования было предоставлено Департаментом советского хозяйства и общественного развития, а остальные 20% были предоставлены Советом округа Мэйо. На горы ежегодно поднимаются десятки тысяч человек, самый популярный день это последнее воскресенье июля, когда совершается такое массовое паломничество, там очень много людей, но и предполагается, что эта новая, обновленная, безопасная и более удобная тропа привлечет еще больше посетителей и паломников. Ну и в заключении хочу вам рассказать про один фестиваль. На самом деле в Ирландии началось уже лето, хотя по погоде совершенно не скажешь, тем не менее 1 мая, праздник Белтейн, в Ирландии начинается лето. Я уже об этом опять-таки неоднократно рассказывал, что все времена, можно сказать, года в Ирландии сдвинуты на один месяц, то есть в мае начинается лето, в августе начинается осень и так далее. Праздник Белтейн это очень важный праздник для ирландцев, именно в день 1 мая проходят всяческие празднества на священных холмах, люди поднимаются, сжигают огни, костры, и этот уикенд в Ирландии это длинный уикенд, потому что 1 понедельник мая это банк-холидей, и будет 3 дня выходных. И обычно, традиционно, в этот уикенд в Дингли проходит фестиваль, который называется Фейлана Белтейн, то есть это фестиваль Белтейна. И в этом году фестиваль проходит со 2 мая по 6 мая. В Дингли, милейший городочек на юго-западе Ирландии, полуостров Дингл, городок Дингл, красивый, яркий, красочный городок, там будет проходить фестивали, ну, я так понимаю, кельтской языческой культуры. Будет очень много всяких мероприятий, посвященных этому, будет очень много музыки, танцев, всё связанное с ирландской культурой, с кельтской культурой, поэтому по возможности я бы рекомендовал его посетить. Например, я собираюсь это сделать. Ну, либо я вам рекомендую посетить экскурсию по Дублину, которую буду проводить 12 мая, в следующие выходные. Экскурсия вдоль старинных стен Дублина. Расскажу вам о средневековой истории Дублина, о современной истории Дублина и, в принципе, Ирландии. Поэтому ссылки я оставляю в описании, места ещё остались. Проходите и бронируйте. Такие вот новости. Патреон здесь, подписка здесь. Лайки, комментарии туда.